Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-палата и я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества, думающей интеллигенции нашего города. Сегодняшняя передача называется «Битва полов» и посвящена она гендерной дискриминации, то есть дискриминации по признакам пола. Гости в студии. Заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области, член Президиума Оригинального полицовета Кировского оригинального отделения партии «Единая Россия» Ирина Геннадьевна Морозова. Здравствуйте. И практикующий психолог, преподаватель юридической психологии МГЮА, член Вятского интеллектуального клуба Тимур Серафимович Кожевников. Здравствуйте. 6 марта 2020 года во время специального мероприятия, посвященного Международному женскому дню, которое проводилось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, «Существование гендерного неравенства в наше время – это огромная несправедливость и самая большая проблема в сфере прав человека. Я говорил это раньше и скажу еще раз – гендерное неравноправие – это вопрос власти. Мужчины злоупотребляют властью с тем, чтобы контролировать женщин. На протяжении тысячелетий они не позволяли им реализовывать свой потенциал». Гуттериш также назвал себя феминистом и призвал весь мир подняться на борьбу с выпьющей дискриминацией женщин, которая, по его мнению, является наследием патриархального уклада. Вот такая вводная. Ну, наверное, надо для справочки сказать, что под гендерной дискриминацией, или еще его называют сексизмом, понимают любое различие, исключение или предпочтение, которое ограничивает права и интересы лиц по признаку пола. Гендерная дискриминация направлена на ослабление или лишение признания или осуществления равноправия мужчин и женщин в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любых других областях общественной жизни. Отсюда возникает вопрос, а является ли в России гендерное неравенство, о котором он так страстно говорит Гуттериш, проблемой? Прежде всего, в связи с дискриминацией женщин. Может быть, такой проблемы сегодня в нашей стране вовсе и нет? Ведь мы видим, что женщины занимают самые высокие государственные должности, руководят предприятиями и учреждениями, занимаются бизнесом, работают в профессиях, ранее считавшихся исключительно мужскими. Где же дискриминация? А если неравноправное положение женщин все же существует, то в чем оно систематически или массово проявляется? Если не возражать, я бы предложил сначала ответить вам, Ирина Геннадьевна. Не возражаю. Я воспользуюсь правом женщин, пропускаем вперед. У нас в России гендерное неравенство, гендерная дискриминация есть. И это факт. Это не просто точка зрения моя или группа людей или каких-то организаций. Это факт. Считать ли этот факт проблемой? Ну, я больше склоняюсь к тому, что проблема – это тогда, когда человеку она в чем-то мешает, и тогда этот факт становится проблемой. На мой взгляд, гендерная дискриминация – это не проблема, но это факт. Ну, вы три раза уже сказали, что это факт, но не сказали, какой. Скажу. Гендерная дискриминация может проявляться в разных сферах. Вообще существует рейтинг, по которому оценивается гендерный индекс, так называемый. И там у нас не все так плохо. Например, в части продолжительности жизни женщины опережают на 10 лет мужчин. В части доступа к образованию у нас все хорошо, у нас нет дискриминации. И если мы посмотрим статистику, то среди женщин даже больше процент лиц со средним образованием, с высшим образованием. А вот если мы будем оценивать этот рейтинг в политике, то здесь факт налицо. Чем выше уровень власти, тем меньше там женщин. И несмотря на то, что действительно есть женщины, занявшие очень высокие посты, доля женщин на уровнях власти, она невелика. Если не ошибаюсь, в Государственной Думе 16%. И еще мы смотрим при оценке гендерного индекса трудоустройство. Тоже факт. Есть такое понятие липкий пол, когда женщина молодая в начале своей карьеры сталкивается с тем, что из двух соискателей предпочитает мужчину. И если вслух не говорят, то про себя работодатели уж точно думают. Молодая, уйдет декрет, будут больничные и так далее. И это нельзя обойти стороной, наверное, отрицать это тоже нельзя. Это имеет место быть в нашем обществе, то есть в трудоустройстве. И еще есть у нас гендерно обусловленное экономическое неравенство, опять же подтверждаемое статистикой. Средний уровень заработной платы мужчины и женщины в одних и тех же областях на близких там рабочих или специальностях, специалистах, он тоже отличается. По-моему, 28% говорят наши статистики, вот это отличие не в пользу женщин. Ну, я бы, конечно, поспорил, я, пожалуй, право ведущего, так сказать, воспользуюсь. Но вот вы говорите там, что мужчины живут на 10 лет меньше, женщины на 10 лет больше. Это вообще к гендерному неравенству-то не относится. Соглашусь, но этот показатель оценивается. Ну, вот все-таки это другими причинами обусловлено. Надеюсь, не тем, что женщины дискриминируют мужчин по этому признаку. Больше скажу, мы призываем наших женщин беречь мужчин и ответственно относиться за свое и за его здоровье. А тот вот дискриминирующий фактор, который вы вот основной указали, что мало представлены в аппаратах власти или, значит, предпочтение отдают мужчинам при устройстве на работу. Ну, действительно, согласно исследованиям, женщины куда реже занимают руководящие посты, потому что при равных качествах женщине труднее. Вот это мое мнение, идти по карьерной лестнице в район с мужчиной, поскольку им приходится рожать детей, они уходят в декрет, а потом наверстывать упущенное время сложнее, чем мужчине. То есть, опять-таки, здесь не, как я считаю, не факт дискриминации, а факт естественного разделения полов. Но если женщины предусмотрены рожать детей, ну, а куда от этого уйдешь? Это же время. Кроме того, психологи говорят, что женщины вообще менее амбинциозны, чем мужчины. Что ж мы будем их в Думу силком затаскивать, чтобы было там равное количество мужчин и женщин. Это надо или нет? Ведь им никто не запрещает выдвигаться, так сказать, кандидатами в депутаты, правильно? А когда вот я тоже избиратель, я хожу, кандидатов женщин всегда меньше, чем кандидатов мужчин. Я, конечно, не проводил анализ, пропорционально ли они потом избираются депутатами. Но, на мой взгляд, женщины чаще голосуют все-таки за женщин, за своих, как говорится. Нет, статистика говорит обратное. Женщины чаще голосуют за мужчин. Ну и слава богу. Я вот голосую и за женщин, в том числе. У меня есть и были любимые депутаты женщины. Не буду сейчас, так сказать. Я голосовал за женщин. Тимур Сергеевич, вам слово. Урина Георгиевна хорошо сказала, по большому счету, единственное, что согласиться и добавить по поводу дискриминации женщин, наверное, это наиболее ярко выражено в трудоустройстве. То есть, понятно, что объективные причины – физиология, женская психология. И вот в этом направлении есть, на мой взгляд, некий перекос, потому как при прочих равных условиях, конечно, работодатель в основном выбирает мужчин, потому как, особенно это ярко выражено в бизнесе, рентабельность там, да, хотя и в госструктурах, собственно говоря, тоже это есть. Потому как задачи решать надо выполнять, вот, а у женщин, скажем так, защищенность правовая в гораздо большей степени присутствует, да, то есть там и трудовой кодекс, и семейный кодекс, то есть он, конечно, больше ориентирован на женскую. То есть, получается так, государство само подталкивает работодателя выбирать мужчину, потому что женщина более защищена законодательно. Ну, я хочу напомнить, что у нас закон позволяет уйти в декретный отпуск и папе, и некоторые папы этим пользуются, но при этом ни один работодатель не спросит молодого соискателя мужчину, а планируете ли вы уйти в декрет, а такой вопрос женщине задается нередко. Ну, обычно этот вопрос решается в семье, и в семье их решается, обычно все-таки женщина остается воспитывать ребенка. Тимур Сергеевич, мы вас не прервали? Да нет, тут если что еще добавить, наверное, есть смысл, потому что, понятно, психология различна, физиология различна, и роли изначально, они, скажем так, предопределены. Но в силу разных причин, конечно, мир меняется, совершенствуется в какой-то степени, наверное, и точки зрения меняются, и женщины сейчас уже, я думаю, даже ушли дальше во многих вопросах. Ну, вот я, давайте мы не будем забегать, а вот остановимся на то, о чем вы сказали, что гендерной дискриминацией является, по сути, это, в общем-то, любое развлечение и предпочтение одного пола другому, и у мужчин и женщин имеются физиологические различия. Вот давайте на физиологии-то остановимся. В науке эти различия называются половым деморфизмом, и эти различия порождают, естественно, или биологическое неравенство. Например, известно, что у женщин мозг весит в среднем на 100 граммов меньше, чем у мужчин. Это точно известно, или это так говорят? Нет, ну, я это исследование, я это проверял. Не говорят, он в среднем, ведь не то, что у вас, может быть, он больше, чем у других мужчин, но в среднем у женщин мозг весит меньше, но при этом структура мозга плотнее. Вот, и поэтому, ну, некоторые утверждают, что даже если весит меньше, то все равно как бы здесь не имеет значения. Ну, на самом деле, все-таки нервных клеток, опять-таки, я смотрел, у меня биологическое образование есть, это на 4% больше у мужчин, чем у женщин. Дальше, при прохождении тестов на IQ мужчины, опять-таки, среднего набирают на 3-4 балла больше, чем у женщины. Также статистически средний мужчина почти в два раза сильнее средней женщины. Зато женщины лучше, чем мужчины, различают цвета. У них лучше развито ночное и боковое зрение, они лучше слышат и лучше развиты речевые функции. Коль скоро мужчины и женщины, естественным образом, различаются, следует ли отдавать тому или иному полу предпочтение в тех или иных видах деятельности? Не будет ли это также являться гендерной дискриминацией? То есть, если поставить вопрос шире, возможно ли социальное равенство полов при их физиологическом неравенстве? Кто-то возьмётся, ответьте. То есть, мы понимаем, что есть, ещё раз, физиологическое неравенство существует, и с ним, ну, как бы, никуда не попишешь, потому что это на самом деле так. Почему же мы тогда должны в социуме относиться к мужчинам и женщинам одинаково? Давайте, наверное, тогда я попробую ответить. Вот цивилизации же разные, да, то есть, есть западная цивилизация, есть восточная цивилизация. Вот женщины – это что? Женщины – это эмоции, это пространство, это сфера. То есть, это вот, скажем так, заложено психологически, ну, и с учётом, разумеется, физиологии у мужчин. Логика, линейность некоторая, да, то есть, мужчина ассоциируется с временем, с логикой, линия. Вот, и исходя из данных, есть и тесты соответствующие, которые, благодаря которым можно протестировать, насколько мужчина – мужчина, насколько женщина – женщина. То есть, это есть. Вот, то есть, и объективно получается, что каждый для каких-то определённых целей изначально и создан. Вот, а вопрос уже, как социальные механизмы, какие-то личные интересы складываются, это всё же индивидуально. Вот, скажем, мы говорили про трудоустройство женщин, что им сложнее. Но, опять же, если женщина найдёт способ, там, через кого-то, родственников и так далее, свою цель, если она её достигнет, да, то есть, это всё ведь индивидуально, потому что мы рассуждаем вообще. А в каждом конкретном случае всё решается по ситуации. Вот, так что, моя вот точка зрения, вот ещё немножко тут, как бы, в подтверждение скажу, вот, ислам, да, то есть, ислам стоит как раз на достаточно жёсткой регламентации поведения и мужчин на внешнем круге охотников, да, и на внутреннем круге пространства у этой женщины. То есть, это самая сейчас динамично развивающаяся религия. И по оценкам экспертов, недавно вот мы со студентами обсуждали, вот, 30-му году примерно планируется 50% адептов будет ислама, вот, потому что у них как раз... В мире или в России? В мире, в мире, в мире, в мире в целом, да, то есть, и она подвинет и буддизм, прогноз такой, и христианство однозначно, вот, подвинет. И, исходя из этого, скажем, можно сделать вывод, что, а правильно ли это, да, то есть, скажем, эти роли вот нарушать, вот, если людям хорошо, ну, как бы, в личных отношениях, ну, наверное, их устраивает всё хорошо, там, пусть декреты и ходят по-разному. Но изначально, скажем так, базовая комплектация, она устроена немного иначе, в большинстве своём, потому что есть, понятно, исключения, 5% погрешность была в таких случаях, вот, 95% они общим законом, скажем так, ну, следуют подвержены. Так что вот такая точка зрения у меня есть, так что хорошо это или плохо, это уже человек пусть сам оценивает. Если мужчина пришёл на территорию женщины, а женщина пришла на территорию мужчины. А где территория мужчины, где территория женщины, кто это установил? Ну, где больше требуется логика, это территория мужчин. То есть, мужчины, вот, если эту логию взять, такая есть область наука, да, она говорит о сравнении поведения животных и людей. Так вот, мужчина – это принципиально как бы собака, вот, а женщина – это принципиально как бы кошка. Вот, и давайте посмотрим роли у того и у другого, кто у нас в основном занимается охраной там, да, и так далее. То есть, есть что-то доброе? Да. Будем ли оспаривать? Наверное, оспаривать нет, просто выскажу свою точку зрения, что действительно мужчина и женщина физиологически имеют различия и большие во всех планах, эмоциональных и физических. Но мы-то ведь говорим о дискриминации, о неравенстве. То есть, вот эти физиологические различия ни в коем случае не должны быть причиной какого-то неравенства. Различия и неравенство – это разные понятия. И когда мы их подменяем, именно тогда мы и получаем дискриминацию. А если мы говорим о гражданских правах в обществе, то мы должны вообще говорить про личность, не женщина и мужчина, а личность, и тот и другой личность. Ну, я не знаю, кто подменяет. Во всяком случае, я читал некоторые статьи феминисток, и они, фамилию сейчас не помню, но очень яро в интернете защищают, что как так в России существует 459, по-моему, она там называла, профессий, в которых женщинам запрещено работать. Да, действительно, в России и в ряде других стран официально существует перечень работы и профессий, где запрещается использование женского труда. Например, подъем и переноска тяжести, подземные работы, сварочные работы, литейные, некоторые строительные и монтажные работы, профессии на химических производствах и так далее. Этот факт феминистки выдают за дискриминацию женщин по половому признаку, утверждая, что это пережит от прошлого. При этом они, как правило, не упоминают о том, что на самом деле в перечень таких профессий Министерство труда и социальной защиты включило только те, которые представляют опасность для репродуктивного здоровья женщин. То есть, наоборот, государство позаботилось о женщинах в этом отношении и совершенно не позаботилось о мужчин. Опять-таки, к факту дискриминации мужчин. То есть, не потому что женщины не могут выполнять те или иные работы, но заботясь об их здоровье. То есть, не перемудрили ли феминистки в этом вопросе? Или равенство должно быть вопреки даже здравому смыслу? Не только перемудрили, но я боюсь, что они, рано или поздно, рассуждая так, дойдут до крайности, что их не пускает мужской туалет. Это тоже дискриминация по их точке зрения. Интересный, кстати, пример профессионального спорта. В нем давно доказано наличие значимых отличий между мужчинами и женщинами, которые не позволяют им соревноваться между собой. И вопрос о гендерном неравенстве, в общем-то, не стоит. А по логике, вот такой ради равноправия, надо делать смешанное соревнование, а не делить спорт на мужской и женский. Вот как вы считаете, будет это справедливым, если говорить о таком равноправии? На мой взгляд, наверное, не стоит, скажем, в один вид состязаний мужчин и женщин, скажем, определять. Хотя, опять же, один вид спорта одно, а другой – другое. А мужчины и женщины соревнуются в одинаковых видах спорта? Нет, я имею в виду, что зрелища. Мужчины среди мужчин, а женщины среди женщин. Ну, я понял, понял вопрос. Вот смотрите, волейбол, да, то есть можно, например, взять команду из мужчин и женщин. То есть тут, скажем так… Смешанная команда вполне могут быть, почему нет? А если мы возьмём бои без правил мужчин и женщин, как это будет выглядеть, да? А бокс? Да, то есть мужчину и женщину и поставить, это будет совершенно зрелище. Я думаю, наверное, многим не понравится. А чего? Если в одинаковых весовых категориях, почему нет? Покажите мне мужчину, который решится ударить женщину, пусть даже на официальном ринге. Я не знаю, мне кажется, барьер психологический должен сработать. Тереотип, конечно, да, то есть тем более это спорт. Это в жизни, скажем так, по-разному бывает. Хотя у нас есть какая-то спортсменка, боксёр Татьяна, фамилию сейчас не вспомню, которая добивается именно права женщины участвовать в боях в боксе с мужчиной, против мужчины. Есть такая дама. Мне кажется, ну вот если одинаковый вес, просто у мужчин, как называется… Биломеханика. Да, быстрее, то есть, ну, как они действуют, удар будет более… Ну, сокращение мышцы, да. Быстрее, да, сокращение мышцы. Ну, один и тот же вес, длина руки может быть разная. Уже, мне кажется, будут разные… Тут можно грядок, и об этом, вот опять же, если физиологию взять, вот я вот статью читал ещё давненько, правда, что физиологически женщина более вынуслива. Да, то есть, если, скажем, нанести женщине удар, вот мы говорили про один вес мужчин и женщин, то, скажем, пробитие, условно говоря, печени сложнее, чем такому же мужчине. И сотрясти голову тоже сложнее. Ну, вот это такое, а вот, допустим, такие, такой спорт, как там бобслей или там прыжки с трамплина. Трамплин-то ведь он один, один. Какая разница, значит, соревнуется с мужчиной или с женщиной? Женщина ещё легче её дальше должно уносить. А если ветер встречный, да. Ну, в шахматах же есть понятие мужской, женский и смешанный спорт. Может быть, когда-то какие-то виды спорта придут к такой же… Просто я здесь хочу… Это вот спорт как пример, что вот в некоторых областях женщины даже и не… Ну, как, не оспаривают особо. То есть, действительно, женщины должны соревноваться с женщиной, а мужчины с мужчинами. А вот почему-то в других таких социально значимых областях женщины обязательно считают, что они должны наравне с мужчинами быть. Хотя мужчины вот совершенно не считают, что должны быть наравне с женщинами. Не, ну, про спорт я вам привела пример. Есть женщины, которые оспаривают. Есть некоторые, да. То есть, ну, видимо, обнесённые чем-то там. Ну, моя точка зрения однозначно против, тем более в каких-то силовых, скажем, состязаниях. А вот как быть с положением, согласно которому в качестве священников в христианских церквях, да и мусульманских или иудейских, имеют право служить только мужчины? Не свидетельствует ли это о том, что сам Бог предопределил главенство мужчин в социальной жизни? Нет, не свидетельствует. Или феминистки отвергают религию? Я не знаю, что думают феминистки на эту тему. Я их взглядов не разделяю. Но мне кажется, почему священник мужчина и сразу главный? Мне кажется, Бог заботится о здоровье женщины и тоже расширил список профессий, где женщине работать нельзя. А почему нельзя-то? Что там, тяжести носить не надо? Почему-то, я не знаю, почему такое принято решение. Может быть, ответ вот как вариант не претендуем, потому что, честно говоря, об этом не думал, не размышлял. Но женщина – это душа, это пространство, опять же, возвращаясь к психологии, а мужчина – это дух в большей степени. То есть, дух, он чем отличается от души, это, опять же, направленность куда-то. И вполне вероятно, вот этот процесс познания, скажем так, он больше, наверное, присущ мужчинам. Потому что открытия в основном в разных сферах жизни, они больше как мужчины. Но вы из-за Бога пытаетесь говорить, так сказать. Нет, я не пытаюсь, я точку зрения. Дело в том, что предопределено, ну, вот если мы возьмем ту же Библию, там, в Ветхом Завете определено, кто может быть мужчиной. Просто вот написано вот так и так, и всё. И как бы о чём, как бы, спорить. Я свою версию сказал. То есть, именно в данном случае Бог решил изначально, что вот мужчина главный, а женщина ведомая. Он почему решил, что главный? Там просто так написано, что он главный, да? Прямо так написано. Ну, мы перепроверить не сможем этого. Бог кого создал-то? Адама. А Еву уже из ребра его. Нет, я думаю, что вы ссылаетесь на источник, Библию. Это же книга, написанная человеком. Нет. А кем? Если вы... Это богоудокновенная книга. То есть, она написана рукой человека, ведомой Богом. Рука человеком дрогнула в этот момент. Ну, интересный вопрос-то, да? Да, то есть, все-таки, вот взгляды феминистов, они наталкиваются на религиозные баррикады. И, ну, религиозные женщины никогда не будут оспаривать, что священник должен быть мужчина, а не женщина священник. Так. Хорошо. У нас перед перерывом еще есть несколько минут. Давайте еще один вопрос обсудим. Вот, можно ли считать распределение обязанностей в семейном быту гендерной дискриминацией? Ведь законодательную женщину никто не заставляет там вести, например, домашнее хозяйство. А многие, ну, опять-таки, феминистские, это ставит в укор, что это дискриминация, патриархизм и так далее. Вот, что женщина должна и работать, и домашнее хозяйство вести. Мне кажется, что домашний быт – это всегда договоренность с двух сторон, в общем-то. Но по факту получается так вот, и у меня в семье тоже. Значит, у вас в семье есть дискриминация. Хотя нет, если у вас это по взаимной договоренности, то это нельзя назвать дискриминацией. Ну, вот как вы порассуждаете? На себя, точку зрения, да, попробую свою озвучить. Значит, все-таки семья – это немного правила иные, нежели человек один живет, и нежели социальная какая-то система координат. То есть это ячейка общества, как раньше принято было говорить. Но это два человека, и они принимают решение, какие правила у них должны быть. Вот. Если как вот прозвучало, вот у меня знакомый один был, он говорил, вместе работаем, вместе отдыхаем. То есть это договоренность, вот как вот у вас прозвучало двух людей. А кто там со стороны говорит, там феминистки или наоборот, что там это правильно или неправильно. Людям хорошо, ведь один же критерий у нас. Если нам хорошо, мы продолжаем делать, то ни себя не чувствуем. А можно блиц вопрос-то давать, да? Вот в России в ресторане обычно расплачивается мужчина, не женщина. А кто должен быть в таком случае расплачиваться? То есть с точки зрения феминисток, наверное, поровну? С точки зрения феминисток, да, наверное, поровну они считают, но, наверное, об этом надо заранее договориться, когда вы туда просто идёте. Слушайте, никогда не договорился заранее с женщиной, что... И это здорово. Если её приглашают в кафе или ресторан, понятно, что я и оплачиваю счёт, который мне принесут. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, после чего продолжим нашу беседу. Ума-палата. Ума-палата. Вот некоторые мужчины считают, что сегодня следует говорить не столько о женской, сколько о мужской дискриминации. В России вслед за другими странами даже появилось движение за право мужчин. Москулинизм называется. Ну, как мужской аналог феминизма. Сторонники этого движения указывают на такие факты мужской дискриминации. Ну, во-первых, мужчины до сих пор обязаны служить в армии по принуждению, хотя, ну, кто в армии служил, я не знаю, что там за год можно сделать, никакой военной специальности ты не освоишь его, даже сейчас по военным действиям в Украине мы видим, что прежде всего нужны специалисты по наведению высокоточного оружия и так далее и тому подобное. То есть, чем обосновано, совершенно непонятно, почему эту статью из Конституции, так сказать, или она где у нас написана, вам виднее, то есть, о том, что мужчины должны служить, не уберут. Средняя продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше, это вот вы сегодня уже говорили, чем у женщин. Однако на пенсию они выходят на 5 лет позже. Получается, что средний период дожития, то есть продолжительность жизни, в течение которой человек будет получать государственную пенсию, у женщин около 18 лет, а у мужчин меньше 3. Вот такая гендерная справедливость у нас получается. При разводе супругов, по статистике, суды в 95% случаев оставляют детей с матерью, а не отцом. При этом отца вынуждают платить алименты бывшей супруге, и он даже не имеет возможности проконтролировать, на какие цели она их расходует. И это несмотря на то, что согласно Семейному кодексу России, муж и жена имеют равные права и обязанности, как родители. Вот я бы хотел, чтобы вы такую точку зрения прокомментировали. И давайте, Ирина Геннадьевна, тоже с вас начнем. Начну, наверное, с армии. Вот если рассуждать, как у вас сейчас прозвучало, что мужчины принудительно служат, не соглашусь точно. Во-первых, у нас есть право выбора служить или выбрать альтернативную службу. Во-вторых, у нас появилось понятие контрактная служба, и туда служат уже женщины, и выбор этот делают, и это их право на контрактную службу. Есть страны, где служат и женщины, и мужчины одинаково, может быть, когда-то и Россия к этому придет. Но если говорить о том, что это принуждение, ну у нас, извините, вообще-то обязательное среднее образование в стране, законом закреплено. Но никто не говорит, что меня принуждают учиться. А вы не путайте понятия, потому что образование получают и девочки, и мальчики. Совершенно верно. А вот принудительная служба в армии, она относится только к мужчинам. Она все-таки принудительная. Принудительная, это когда человек не выполняет свою обязанность. Даже когда вот альтернативная служба, она все равно принудительная. Ну срочно имеется в виду, да. Если человек откажется, он просто законодательно может понести уголовную ответственность. Здесь я предлагаю мужчинам, которые считают, что это дискриминация, может быть, выйти законодательной инициативой. И пусть женщины служат. Вы же можете выйти законодательной инициативой. Еще раз повторюсь, у нас есть служба по контракту, куда женщины принимаются, если они такое желают. По контракту нет вопросов. Это же не принудительная, понимаете, по контракту. Мы говорим именно о принудительной службе. И это, конечно, дискриминационная статья нашей Конституции. И, по-моему, к 2000 году хотели все-таки полностью перевести советскую армию, ну, не советскую, а вообще российскую армию на службу по контракту. Но, как видим, 22-й год, и до сих пор это не приведено к исполнению. Не знаю, Тимур Сарфимович, будете что-то комментировать? Что я могу по поводу сказать? Мы видим, что законы меняются, да, и вот эти, скажем, какие-то функции мужчин, женщин, и местами стираются и дополняют друг друга. Вот у нас перекос, вот, скажем, возникает какой-то, я давайте пример приведу, то есть, а 25 погонный носил, скажем, и, ну, опыт есть определенный наблюдений. Вот возьмем, у нас была ситуация Кирово-Чапецка, да, то есть там зарплаты маленькие, это завод заработал, вот, все мужчины пошли работать на завод. Ну, все, не все, многие сразу отток с колонии, там, Чапецкий куст, да, вот, и на их места приходят. Девушки, да, то есть это объективная ситуация, когда, скажем, на место мужчин могут прийти женщины, вот, то есть, и ведь это не решение конкретно взятого человека, то есть это остаются определенные условия в социуме, да, из-за которых, скажем так, вот эти вот тролли, они могут начать, ну, скажем, помогать друг другу, там, дополнять и так далее. Вот у нас ситуация была в одном из вузов, в тот момент, когда мужчин был набор не очень, но службу в основном девушки, вот, и столкнулись с дедовщиной женской в одном из учебных заведений. То есть, когда женщины психически сильнее, это доказанный фактор, раз шесть по разным оценкам, вот, и когда встречаются, они такой вот бор проходят, и они встречаются вот эти вот сильнейшие, сильнейших вместе, там уже про мужчин-то вообще речь не идет. Ну, вот, то есть, они чисто выполняют уже задачи, там, как эти вот пешки на доске, ну, так что вот, как ситуация служится. Вот хотелось бы, чтобы кто-то прокомментировал насчет, все-таки, средней продолжительности жизни мужчин и пенсионного возраста. Вот, на мой, опять-таки, мужской взгляд, конечно, мужской, да, но я мужчина, что делать, это чисто в этой дискриминации. Большинство стран все-таки действительно делают границы для женщин и мужчин пенсионного возраста разные. Есть страны, где одинаковы, но большинство стран отличия. На пять лет, на семь лет есть страны. Почему? Потому что считается, что все-таки репродуктивная функция женщины основная, и при этом организм женский изнашивается. И поскольку женщина, получив право работать, еще и совмещает работу с воспитанием детей, именно поэтому ей дано право в большинстве стран выходить на пенсию раньше. Но, возможно, когда-то это тоже будет и устранено. У нас здесь нет такого, что если женщина рожала... Нет, нет. И ведь, наверное, еще и есть разница, одного ребенка родила или десять. Верно, с физиологической точки зрения, конечно, есть. Может быть, тогда уж, если по-честному, так надо это все факторы тоже учитывать. Тимур Сергеевич. Я хотел добавить, лет десять назад, когда я еще дисциплину больше разрабатывал, юропсихологию, столкнулся там вот с Японией, Швейцарией. Так вот, лет десять назад в Швейцарии было запрещено женщинам работать, выходить на работу, если ребенку не исполнилось в 18 лет. То есть вот, да, то есть это опять же ведь социум, государство решает, скажем так, кого, как поддержать или как это может по-разному называться. Вот, но ведь это ведь есть, да? Но, наверное, у них женщины тоже нашлись, которые посчитали, что это дискриминация, что им запретили выходить на работу. Есть там какие-то? Трудно сказать. Это факт, это явление, какая стоит там суть, сложно сказать. Скорее всего, такие женщины... Там Европа, да, цивилизованная, допускаем. Ну, и, наверное, последний вопрос, который будет в этой передаче, на большее нам времени не хватит обсудить. А нужно ли женщинам вообще продолжать бороться за полное равенство полов, вот к чему генсек ООН призывал? Все, чего, ну, во всяком случае, в России, все про Россию. Потому что все, чего 200 лет назад хотели женщины, когда вообще это движение возникло за равноправие, вообще-то они уже достигли. Я посмотрел, сейчас не буду перечислять, но все абсолютно пункты на тот момент, которые остались... Ну, образование, работа, избирательные права. Да, 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 ну и там еще порядка 7 пунктов, но все выполнено абсолютно. Однако равенство не избавило женщин от домашнего труда, но заставило заниматься еще и наемным трудом. И теперь им приходится разрываться между домом и работой. В борьбе за равноправие женщины стали заниматься такими видами деятельности, которые раньше традиционно считались мужскими. Но при этом по-прежнему хотят ведь, чтобы к нему относились по-особенному, как к женщинам. Вот вы даже сказали, что на правах там женщины сегодня, да? То есть с определенными поблажками, привилегиями, а также чтобы мужчины прилично зарабатывали и обеспечивали семью. Согласно статистике, две из трех современных работающих женщин хотели бы бросить работу и быть просто женами и мамами. А также 58% мужчин и 54% женщин придерживают сомнения, что женщина, которая стала мамой, вообще не должна работать. Так нужно ли женщинам продолжать бороться за равенство полов? Ну только у нас по минутке-полторы максимум на ответ. Если коротко, то нет. Бороться точно не нужно. Другое дело, что мы все вместе должны работать в направлении любой формы неравенства. Любой формы неравенства, его не должно быть. Ущемление в прав личности. А бороться, ну я против такой термина бороться. Работать надо вместе всем. Ну я понял, что вы не феминистка. Нет. В сегодняшней передаче. Слава богу. Тимур Сергеевич. Вот моя точка зрения. Это вот западный мир, он эти вот инициативы все время с ними выходит. Вот там феминизм, уровня и так далее. Ну на мой взгляд, это бьет по семье. Потому как, ну вот раньше было в царской России, да. То есть девушек учили, воспитывали там в Смольном, да. То есть как девочек. То есть молодых людей там, кадеты и так далее. То есть для них была своего рода загадка, наверное, так могу предположить, что как там общаться, взаимодействовать. Это вот выравнивание, но какое-то дает нечто среднее. Вот. И отношение-то, оно мужчина или женщина. То есть мы можем просто потерять, скажем так, принципиальные отличия за этим в погоне. То есть у нас Советский Союз был, он к этому тоже шел. Там были такие моменты. Но государство и давало все с другой стороны. То есть в этих условиях жить. Там и по-сложному было, и попроще, наверное, было. Так что моя точка зрения однозначно тут за равенство. Но не надо бороться. Но не до крайности. То есть конкретные ситуации, наверное, да. Не доводить до крайности. Как везде, как во всем, не доводить до крайности. Я благодарю сегодняшних гостей и позволю себе подвести свой личный итог, который я вынес из сегодняшней передачи. Вопрос о равенстве полов и обязанностях каждых из сторон, ну, зависит, наверное, только от вашего личного понимания и отношения к этому. В России сложилась уникальная ситуация. Потому что у нас женщины могут быть как приверженцами традиционной модели отношений между мужчиной и женщиной, так и представительницами феминистских движений. Сегодня у женщин есть право добиваться финансовой независимости и строить свою карьеру. Но если женщина хочет, чтобы её любил мужчина и посвятить себя заботам о семье и доме, то она и это тоже может. Хорошо, что как мужчины, так и женщины сейчас свободно могут выбирать, как им жить и строить свои отношения с противоположным полом. По сути, именно в этом и заключается равноправие полов. Спасибо за внимание. На этом передача окончается. И до новых встреч. До свидания. Всего доброго. До свидания.